Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этом видео мы с вами посмотрим на первый Next Gen на Xbox Series X. Дело в том, что буквально на днях на консоль нового поколения, а именно на Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5, вышла демка Матрицы, которая раскрывает возможности Unreal Engine 5. Я данное демо пока еще не включал, поэтому в этом видосе вы увидите мою реакцию, и вообще увидите данное демо, если вдруг вы еще не видели. И, если честно, я в предвкушении ее включить, потому что говорят, что она просто бомбическая. Если что, данная демка доступна только на консолях нового поколения, а именно Xbox Series X и PlayStation 5, но если вдруг у вас нет данных консолей, то не переживайте. Если что, консоли девятого поколения всегда можно найти на Е-каталог, и одна из них это Xbox Series S. Здесь вы сможете и технические характеристики почитать, найти самые выгодные предложения, кстати, консоли можно даже найти меньше, чем за 30 тысяч рублей. Тут еще вы сможете почитать отзывы ребят, и понять, кому что понравилось, а кому нет. И, помимо всего, вы сможете с легкостью сравнить консоли между собой. Но если вы, конечно, хотите на X-Gen и в то же время сэкономить, то лучше, конечно же, смотреть на Xbox Series S. И да, здесь еще динамика цен есть. В общем, если ищете себе консоли, смартфоны и прочую электронную технику, то делайте это через Е-каталог, поскольку он теперь доступен и в Казахстане. Так, ну что, я думаю, что нужно начать. Так, ну что, поглядим на сие творение. Честно, я в предвкушении того, что я увижу, поскольку все говорят об этой демке, говорят, что это просто нереально, и ее анонс я увидел на The Game Awards. Кстати, большое спасибо всем, кто пришел на этот стрим. Было очень клево. Конечно, жалко, что Ютуб удалил данный стрим, но хотя бы у меня остались эмоции в голове. Войти. Ага, субтитры включить, инверсий камер выключить, фигурация, контроль выключить. Да, все, все, все четко. О, кстати, спасибо им за перевод. Огромное спасибо. Это игра? Ну, Киан Ривз, он настоящий, это 100%. Ну, я 100% уверен, что это пока живой актер, все дела там настоящие, короче. Кстати, очень клево, что именно к этой демке, вау, типа даже 3D модель, в общем, очень круто, что эту демку как раз сделали к Матрице. Я ошибся, да, получается, да, то, что тогда был, ну, тогда был живой актер, да, получается? А, ну да, я так понимаю, это все графика. Ну, вот это графа. Это 99% графа. Это тоже графа. И, значит, Киан Ривз, скорее всего, тоже был графой. Но, честно, это, это впечатляет. Это впечатляет. Я, да, все, 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 я понял, да, это графа. Это очень круто, ребят. Все, я, ну, по-любому, вот это типа графа, но она настолько, она настолько типа правдоподобная, что просто кайф для глаз. Вот, знаете, все время кто-то там удивлялся графея Halo Infinite, но вот, вот это Next Gen, это, это, это Next Gen. Вот именно этого я ждал, когда я покупал Эдзвок серии, что игры будут именно такими. Конечно, ну, от живого, я не знаю, живой съемки есть отличия, да, не без них, но это крайне круто выглядит. Насколько мне говорили, здесь еще дадут даже поиграть. Кстати, вот у демки есть некая такая ребристость, и она очень схожа с ребристостью, которая, ну, которая была в Quantum Break, в Control. Крутяк. Крутяк, очень правдоподобно. Опа-на. Да ладно. Это такой графоний? Серьезно? Я в шоке. Даже, по-моему, остаются следы от пуль на других тачках, если я не ошибаюсь. Я, ну, я понимаю, что по этому фрагменту не стоит судить, но выглядит все очень круто. Конечно, немножко проседы вижу. Да я смотрю, что вы заколебали прыгать. Это бомба. Да ладно. Я, конечно, вижу некие проседы, что вот, ну, игра немножко, знаете, имеет такую... Нестабильную частоту кадров, но это... Это все равно просто офигеть. Знаете, вот... Такое чувство Next Gen я не испытывал давно, реально. Очень давно. Последний раз, когда я поражался от графики, это, наверное, была... Райз, этот, как его, Uncharted. Но... Это просто вышаг. Да, конечно, еле-еле идет. Опа-че. Сейчас пулемет офигарить будем, серьезно? Ну, давайте. Идите к папочке. Ух! Мне очень нравится, как машины здесь просто переворачиваются, что-то еще делают, взрываются. И, знаете, даже я бы сказал, что здесь офигенская система разрушаемости. Частички стекла, кстати, обратите внимание, тоже снизу шевелятся. Это просто кайф, ребят, серьезно. Насколько вот все сделано по-какшонски, и настолько все красиво, что у меня нет слов. У меня нет слов, и я... Вот сейчас я рад за игровую индустрию, что вообще такое можно достигнуть. То есть это... Это не какой-то там демо-ролик, да? Это демо-игра, грубо говоря. То есть это реально. То есть, ну, знаете, как нас иногда обманывают, показывают ролик, типа рендер, потом его делят на два. Но это можно ощутить, так скажем, на своей консоли. И это не видео, а... Это круто. Это реально очень круто. Мне... Мне даже вот этого очень сильно хватило, и... Я в шоке. Говорю, я сначала не понял, что Киану не настоящий. Или даже если он был настоящий, я не понял, в какой момент он стал не настоящим. Ооо, да ладно. Вот, знаете, если бы я не знал, что это какая-то демо-версия, и мне бы просто бы это все включили... Ну... Я бы не отличил бы, наверное, от фильма. Если бы только капец как присматривался, и если бы мне сказали, что, типа, чел, возможно, это графика, типа, попробуй поиграй. Если Next Gen игры и именно ААА проекты будут именно такими, да, с такой графикой, например, гири пятая, потому что она тоже на реле делается... Ой, как я, гири шестая будет. Я не знаю, какой-нибудь Человек-паук будет так же выглядеть. Это просто будет жесть. Ну, жесть в хорошем смысле, конечно же. Конечно, модельки людей... Ну, они... Именно по физике мало чем изменились, наверное. Но сами локации, они стали намного живее, естественнее и правдоподобнее, я бы сказал. Вау. А, все, так, нам дают поиграть. Не, это крутяк. Так, бег. Полет. А, здесь, вау. Вау, здесь можно полетать. Конечно, проседы жесткие. Ну, вот таким образом вряд ли будет кайфово играть. Но... То, что мы видим... Это... Это... Ну, это вряд ли, конечно, NextGen, но... Ну, вот то, что касаемо окон, да, но... Сами здания и само окружение, это... Крайне здорово. Блин, я в шоке. А, кстати, давайте... Нет, сначала не поднимемся, а посмотрим на... На воду. Ну, вода, не скажу, что прям какая-то супер-мега, но... Окружение, наверное, количество объектов... Эээ... И самое главное, наверное, вот вся вот эта визуализация, это... Это бомба. А мы сможем, да, наверное, в машину? Кто-то говорил, что можно... Сесть в машину. О, да, слушайте, да это ГТАшка. Кстати, а мне кажется, машина как-то не особо прогрузилась, что ли? Как-то мальноватая была. Я что-то... Физика машины супер-мега. Кстати, я играю, если что, на Xbox Series X. И даже здесь, в этой демке, такие жесткие проседы, наверное... Где-то кадров 20-25. Ну, а нещетимо. Но, знаете, это... Ну-ка, а выйти из машины на ходу? Нельзя, 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 конечно. А, вот физика, они в пясе. Конечно, было мало заметно. А, потому что... Все за это... Зафипесило, но... Давайте попробуем еще раз во что-нибудь врезаться. Вот, давайте, вот. Так, и что у нас там сзади? Ну, почти ничего не погнулось, но все равно очень классно. Конечно, физика, может быть, не суперкрутая, да, но... Качество картинки... И... То вообще, как выглядит данная демка, это... Это классно. Я говорю, я очень буду рад, если... Не-не-не-не, смотрится как реально, как кинцо. Ну, я-я-я в шоке. Я-я-я-я... Я очень приятно удивлен. И я очень надеюсь, что что-то подобное будет там в GTA 6. В новых играх, чтобы вот так вот все блестело. Был офигенский свет. Я, кстати... Ну, не знаю, какие здесь технологии. Там, я не знаю, трассировка лучей там или так далее. Потому что, ну, все равно все выглядит просто... Шикарно. Ребят, который раз повторяюсь, если вдруг у вас есть консоль нового поколения, то просто зайдите, скачайте данную демку и просто посмотрите на себя красоту. Потому что это действительно классно. И очень надеюсь, что хотя бы... Хотя бы некоторые игры будут выглядеть так. И очень надеюсь, конечно, что с лучшей оптимизацией. Короче... Я лично очень приятно удивлен. Честно, я... Я в подпечатлении. Реально. Потому что я ждал Next Gen'а от Xbox Series. Я не знал, когда он произойдет. Но он, я думаю, что он уже близко. Да, опять же, поговариваю, что данная демка собралась всего лишь за год там 15 людьми. И это круто. Говоря, что, опять же, при помощи Unreal Engine 5 простые разработчики, да, они супер-мега, так скажем, богатые, могут также стряпать такие красивые игрушки без проблем. На что, типа, в принципе, движок это позволяет. Я, опять же, очень надеюсь, что в скором времени выйдут игры с Unreal Engine 5, и они будут выглядеть так же красиво. Я прекрасно понимаю, что это демо, что это, ну, так скажем, заскрип... Очень все было заскриптовано, и даже несмотря на это, все лагало. Но все равно, как бы, посмотреть на такую возможность, и посмотреть на не CGI ролик, а именно на геймплейную демку, это было прекрасно, реально. Вот я очень надеюсь, что, опять же, гиря будет нечто подобное выглядеть. Я очень надеюсь, что будет так же выглядеть гиташка 6. Я прекрасно понимаю, что она вряд ли будет на Адрилле, но почему бы и нет, да? То есть, я офигел. Я реально офигел, и это жесть. Я не знаю, офигели ли вы, обязательно напишите свое мнение в комментариях, но... Ну, вот это Next Gen. Это Next Gen, который, мне кажется, и стоит ждать на новых консолях. Я очень надеюсь, что данный Next Gen все-таки будет не лагать, он будет хорошо оптимизирован, а не как демка, да? Потому что вы видели, что она прям, прям еле-еле, так скажем, шла. Но... Сама возможность и само присутствие такой технологии и такой визуализации... Просто мое почтение. Это реально круто. Ребята, если вдруг у вас есть консоль нового поколения, то советую самим запустить данную демку, убедиться, что она действительно классно выглядит. Кстати, напишите, как она выглядит на Xbox Series S, потому что я играл на Xbox Series X. Но, опять же, я вам очень советую запустить, чтобы посмотреть на все вот это. Не знаю, это, мне кажется, будет срыв башни, реально. В общем, ребят, вот такой вот видосик. Если вдруг он понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно пишите свое мнение насчет данной демки, понравилось вам или не понравилось, и как вы считаете, это NextGen или не NextGen. В общем, спасибо за просмотр, ребят, и до скорых встреч.